Друзья, всем привет! Сегодня у нас Toyota Celica. Автомобиль довольно старый, но тем не менее интересный. Изначально у этой Celica руль располагался с правой стороны, но один из предыдущих владельцев оказался довольно большим энтузиастом и перенес руль на левую сторону. Мало того, что он перенес руль, он заморочился с оформлением в ГИБДД, внес необходимые изменения, получил отметку в ПТС о том, что у него переделан руль. И через некоторое количество времени он решил продать этот автомобиль. Новый владелец приехал на этой же самой Celica в ГИБДД для того, чтобы зарегистрировать. И на площадке осмотра его ожидал довольно неприятный сюрприз. Инспектор, который производил осмотр, сказал, что у него есть подозрения относительно этого автомобиля. Есть все предпосылки полагать, что заменена маркируемая панель вместе с номером кузова. Поэтому машину на регистрации завернули и завернули в сторону госэкспертизы. Но перед тем, как ехать на госэкспертизу, покупатель решил обратиться ко мне для того, чтобы я смотрел его автомобиль и помог ему разобраться с тем, что он купил на самом деле. И каких результатов ему ждать после того, как он съездит на госэкспертизу. Я автомобиль осмотрел, снимали мы машину эту месяца полтора-два назад, но владелец хотел дождаться результатов госэкспертизы. На данный момент все экспертизы проведены, все специалисты высказали свою точку зрения, поэтому вы можете посмотреть этот материал. Рассказывай, Иван, что у тебя приключилось с автомобилем. Приобрел машину, поехал в ГАИ, а там на осмотре сказали, что им не понравился окрас, номер кузова не понравился окрас. Что-то там все варено, переварено, толком никто ничего не сказал, перевели в розыск, а в розыске уже дали направление на экспертизу. В принципе, вся история. За сколько покупал? 550. Какого года? 97-й. 97-й. Где брал? По объявлению? В Рязани? В Москве? Не, брал в Москве, ну через знакомых, грустно, через клуб. Тойота. То есть клубная Тойота? Ну, человек приезжал туда, я еще с ним зимой там пересекались, машину эту видел. Нам с тобой, я так понимаю, нужно разобраться, с каким результатом ты уедешь с экспертизой. Да, останется она ли там, или я буду ездить дальше, радоваться этой жизни. Дергай, капот. Ух ты, а ты видел мой ролик, где кузовщики оставляли автографы, нет? Ну, это... Здесь прям кто-то переплюнул, это что за стена памяти? Он этот, какие-то, говорю, там, гонщики оставляли. Да? Ну, да, в убилении было написано, что, поняли, с росписью там каких-то, и в Ролинах, или кто-нибудь там. Просто недавно был ролик, там была разрезана машина пополам, и там тоже Заур, и какие-то еще люди расписывались. Так, ну чего, тогда давай перейдем сразу к номеру. Это, так понимаю, была праворукая, да, изначально машина? Сделали из нее левый руль, поставили отметку в ПТС, куда человек ездил, знаете, и четко левый руль. То есть у нас здесь ВИН, как таковое, отсутствует, здесь идет номер кузова. Табличка с двигателем, с номером двигателя, и левый руль. Кто-то что-то красил, кто-то что-то делал, ты не в курсе? Ну, наверное, я так понял, что когда руль переставляли, ну... Кто-то что-то делал, да? Ну, как мне сказал предыдущий владельщик, сверху они ничего не трогали. Ничего не пили, ничего. Может, просто когда-то здесь уже все сделали, и решили покрасить, и обновить краску. Не понравилось, сказали, что маркируемая панель перекрашена, да? Да, не заводской окрас, номер кузова, табличка не на своем месте. Я говорю, наверное, естественно, не на своем месте, потому что переставляли левый руль направо. Давай тогда разберем пластик, снимем дворники. Для начала посмотрим с обратной, с тыльной стороны, чтобы здесь не размывать. Если есть какие-то предпосылки, увидим там, что была какая-то возня, тогда здесь уже подмоем. И наша с тобой задача в том числе понять, панель целиком сюда вварилась, либо она установлена на заводе. Нет, я просто к тому, что даже пытался там объяснить экспертам, что вот эта деталь, она стояла с той стороны, даже вон дырки оставили. Ее переставили сюда. Ну, это праворукая машина. Если бы они варили целиком панель, они бы сразу валили по уму от левой рукой. Ну, они даже на это слушать не стали, потому что вот эта запчасть стояла на том месте, и там даже вон от нее остались эти дырки. Ну, хорошо, давай разберем и разберемся. В общем, вот ваши ролики Эльдар рассмотрел тоже, взрекался, что выше 500 тысяч, только через проверку. А тут вроде как клубные, вроде как бы с ним встречались, общались. Я его еще спрашиваю, на учет она встанет сама? Я просто спрашиваю, вот за линзы. Потому что он их переделывал, да. Он говорит, должна, даже с этими линзами должна сама встать. Угу. Встан. Ну, не встала. Так бывает в жизни. Видишь, она у тебя на двойном скотче приклеена там была. Вот он сказал, что она закреплена. Панель сама покрашена на заводе, обратная сторона панели. Ага. Вот этот вот фрагмент как раз, где нанесен номер кузова. Но сама панель вся, целиком, она имеет явные следы сварки. Видишь, внизу, видишь, внизу, что происходит? Да, надо, да, внизу. Здесь идет сварка. Вот здесь идет заводская сварка. Дальше. То есть, вот этот вот момент, он очень-очень неприятный в контексте данной проблемы. То есть, нам сейчас нужно посмотреть, если вся панель прикреплена вот таким образом, это плохо. Если есть где-то заводская сварка со смежными панелями, это уже будет лучше. Видишь, какая проблема? Вот здесь вот должны быть заводские точки. Они высверливались, и вместо них идет кустарная сварка по панели. Я думаю, что в первую очередь экспертам, АКЦшнам, именно вот эта вещь не понравилась. Отсюда и начали копать. Я бы тоже в первую очередь на это обратил внимание, на их месте. Если бы они хотя бы объяснили, что они не понравились, то они не посмотрели, молча ушли, и ничего не сказать. Ты, Иван, правильно пойми, они молча ушли не потому, что они тебя не любят персонально. Они молча ушли, потому что работают с людьми, не только с машинами, к сожалению, еще с людьми. И очень много людей, они совсем адекватно себя ведут, когда узнают, понимают, что какие-то проблемы с машиной, и начинают там что-то доказывать, рассказывать. Предположим, я могу допустить, что, например, машина была бы битая, да? Но вот этот вот отрезок, вот этот вот фрагмент кузова, он абсолютно заводской идет. Здесь не видно никаких следов удара. Вот это все заводская формовка, все заводские точки идут. Вот если был бы серьезный удар, что повредила панель, то как минимум вот здесь вот должны быть повреждения, а по этой части повреждений никаких нет. Здесь завод идет. Давай посмотрим теперь по левой стороне. Да, точки идут незаводские, идет накладка, герметик незаводской, следы коррозии. Видно, что все это дело проваривалось, подрезалось. И опять же, Ван, посмотри вот на это место. Видишь, здесь все заводское идет. То есть опора стойки амортизатора прикреплена на заводе, полка крыла, вся заводская идет. Вот эта панель проварена тоже на заводе. Я к чему это говорю, что ударов никаких серьезных не было, почему панель может быть деформирована? Зачем варили панель? Вот этот самый, скажем так, каверзный вопрос, который сейчас по твоему автомобилю. Она у тебя проварена вся, вот так вот, вдоль, снизу, по крайней мере. Сейчас давай посмотрим, что у нас сверху. Нам нужно будет сейчас немножко размыть, самую малость, снять краску, буквально пару сантиметров. Нужно понять, где идут боковые крепления, чтобы посмотреть, заводские они либо нет. И с той стороны то же самое сделаем. Ржавчина здесь. Ну да, и ржавчина, и, видишь, разрыв в районе сварки. Здесь идет та же самая хрень, тоже вдоль все проварено. Вот, видишь, здесь точка, здесь точка. Вот она сварка, вот здесь накладки идут. Видишь, вот в этом месте? Да, да, да. Как подваривали. Здесь по-хорошему панель бы сдернуть. Вот прям совсем по-хорошему, если делать. Сейчас посмотрим, если здесь хотя бы половины болтов нет, то мы ее сдернем. Если все болты есть, то это будет очень долго все. Пронтовочка заводская идет в том месте, где мы ее замывали. Все ровненько. Здесь тоже оригинальное все. И самое главное, это вот это. То, что она вся по точкам родная идет. И, видишь, нет следов врезки никаких. То есть, вот это вот единая конструкция. Но она не единая, она сделана из панели, но она не разнималась. Вот как с завода она вышла. Вот это, по крайней мере, часть. И по водицкой стороне. Поэтому перспективы есть. У нас сейчас морда целая, дверные проемы, стойки целые, передние. Соответственно, мы делаем вывод, что панель идет заводская. А вот моторный щит снизу уже как раз подварен. То есть, он вырезался. На самом деле, это не страшно. Если проблема только в этом, то эта проблема перестанет быть проблемой. Надеемся на лучшее. Все необходимые экспертизы, а если быть точнее, исследования по автомобилю уже проведены. Его в том числе осматривали государственные МВДшные эксперты. Все сошлись в одно мнение. Маркируемая панель заводская. Она установлена на заводе. Не отрезалась, не высверливалась, не менялась. В общем, панель и номер заводские. Что касается незаводской сварки, которую мы с вами наблюдали по автомобилю, это все следы замены руля. Не замены, а переделки руля, переноса с правой стороны на левую сторону. Потому что вместе с рулем пришлось поменять моторный щит. И пришлось установить моторный щит, который устанавливается изначально на автомобиле с левосторонним расположением руля. Соответственно, верхняя часть моторного щита, она на заводе приваривается к маркируемой панели точечной сваркой. Но дело, как мы с вами понимаем, происходило далеко не на заводе. Поэтому приварили чем было, приварили как умели. И вот остались такие некрасивые следы. Но на самом деле к криминалу это не имеет абсолютно никакого отношения. Поэтому можно сказать, что нашему с вами покупателю повезло. И он просто отделался легким испугом. Что касается Тойоты, Селики в общем. Если сказать пару слов. Автомобиль довольно неплохой. Особенно он был хорош лет 15-20 назад. На сегодняшний день покупать, либо не покупать 20-летний автомобиль, я думаю, каждый будет решать сам для себя. В основном такие автомобили покупаются, конечно, под какие-то проекты небольшие. Что-то где-то как-то затюнинговать, поменять двигатель, расфорсировать, поменять выхлопную трубу. Ну, чаще всего это просто вот такое хобби, которым люди занимаются, когда есть на это возможность. Конечно, покупать такой автомобиль как единственный и основной. Ну, наверное, это верх легкомысля. Ну, опять же, оставим это на откуп тем, кто такие автомобили покупает. Что касается цены. Честно говоря, оценивать 20-летний автомобиль очень тяжело. Такие факторы, как год выпуска, абсолютно размываются. Они нивелируются в принципе. Если посмотреть по тому же Автору, есть автомобили, если мы говорим сейчас про Селику, например, 99-го года выпуска. Так вот, автомобиль 99-го года, он может стоить в 2-3 раза дешевле, чем автомобиль 96-го года. Потому что, когда автомобиль переходит определенную возрастную границу, он оценивается уже не по возрасту. Он оценивается уже по состоянию, по состоянию кузова, по техническому состоянию, по состоянию двигателя. В том числе, по документам. Потому что, если у автомобиля кривые документы, ну, какой смысл его покупать, если только на запчасти? Цена определяется именно состоянием. Если вам интересно посмотреть, сколько по рынку стоит Toyota Celica, переходите на сайт Автору. Вся актуальная информация по автомобилям с пробегом находится именно там. Ссылочку оставлю в описании под видео. Нажмете, перейдете. И попробуйте найти 2-3, ну, может быть, если повезет, максимум 4 более-менее живых селек. Вот. Переходите и смотрите, если интересно. На этом, я думаю, мы попрощаемся. Но перед тем, как сказать вам до свидания, я напомню, что любой из моих подписчиков, в случае, если купил проблемный автомобиль, именно уже купил, не собирается там где-то как-то купить, а вот купил и столкнулся с проблемой, что изменены номера, машина была в сильном ДТП, скручен пробег, либо какие-то другие серьезные проблемы, и вы хотите разобраться в этой ситуации, пишите, звоните, обращайтесь ко мне. Если я снимаю видео по осмотру вашего автомобиля для своего канала, то для вас осмотр и любые экспертизы, в том числе консультации, какая-то посильная помощь, будут абсолютно бесплатными. Так что не стесняйтесь и обращайтесь. На сегодня все. Всем пока.